друзья всем привет на связи снова андрей сегодня мы поговорим с вами о микрозелени подсолнечника и о том какие семена подходят для выращивания микрозелени подсолнечника то есть сегодня у чисто только про семена смотрите вот такую микрозелень подсолнечника можно вырастить за пять за шесть дней у себя дома на подоконнике соответственно света много не надо есть можно взять маломощные лампы чтобы подсолнечник тянулся больше к свету ножка будет более большая сочная нежная и вот такого чуда у нас вырастет главное чтобы он не перерастал вот видите там два листика появляются уже основных иначе он будет горчить и так сейчас в этом видео я вам покажу какие семена я покупаю я снял уже не одно видео по микрозелени подсолнечника то есть по посадке по выбору семян и всего но все равно даже поэтапно было от а до я но все равно почему-то встает вопрос и у многих не получается нормально вырастить появляется плесень почему-то падает сами стебли то есть я тогда сейчас выпущу ряд видео в которых попутно расскажу еще раз все поэтапно с выбора семян до уже до среза до ухода за подсолнечником итак друзья смотрите для проращивания нам нужны обычные семена подсолнечника не жареные сырые они продаются во многих продуктовых магазинах даже в частных магазинах есть в сетевых в таких вот например как у нас глобус есть магазин там на развес продается стоимость 99 рублей за килограмм но у нас в местном магазине они продаются такие семечки за 66 рублей по моему за килограмм но в них присутствует мусор и их нужно перебирать но мусора здесь не так много я вам скажу поэтому перебрать для меня в принципе ну не проблема итак использовать семена можно любые любого практически вы сорта как здесь вы видите семена здесь достаточно крупные и дутые то есть идут в ширину да но я советую вам поискать тонкие семечки маленькие очень маленькие мелкие семечки и они не дутые а вот у меня тут кошка пришла она тоже помогает выращивать микроизель вот тоненькие семечки есть семена я в каком-то и в каком-то одном видео кстати показывал уже эти семена вот они не плесневеют практически они не подвержены плесени вот смотрите видите разница между семечкой маленькая и большая да то есть вот это подвержена плесени намного больше чем это а те семена еще меньше чем вот это то есть она тоже дутая видите а те семечки не как бы такие более узкие вот для того чтобы если вы не найдете найдете только обычные классические которые в 90 процентах магазинах продаются то можно использовать их как уже их замачивать чем обрабатывать чтобы максимально снизить появление плесени это уже в следующем видео все друзья подписываемся на канал смотрим следующее видео всем пока